привет привет друзья я ольга куликина дизайнер интерьеров и мы сегодня находимся в гостях у дианы балашовой диана звезда дизайна декоратор ее опубликовали в журнале эль декорейшн на обложке первую да ой слушайте такие старые мои заслуги что уже можно не вспоминать но это не могу пройти мимо этого поэтому то есть интересный интерьер и сегодня мы в гостях у дианы она покажет как она сделала свой интерьер ведь наверняка всем вам интересно а как же живут дизайнеры а как живут звездные дизайнеры как диана балашова мы увидим сегодня но у меня тут довольно скромная квартира тут всего 50 квадратных метров это двушка ну знаешь мне было очень важно чтобы это был тот самый район который мне нужен и чтобы была хорошая архитектура дома вот такие у меня были приоритеты это старый фонд да ты знаешь мне было нужно чтобы это была такая фасадная сталинка со всеми этими сталинскими декорациями для меня это большая ценность знаешь вот такой вот этой вот московской настоящая фундаментальная архитектура вообще на самом деле я сегодня когда подъехала к дому я поняла что локация потрясающая когда зашла в квартиру я поняла что вид из окна на воду это наверное тоже для творческого человека имеет большое значение это для каждого человека хорошо у меня же получается все время перед окном проходит водное шоу кораблики вот эти туда-сюда идут все салюты тут у меня отражаются в воде московские мосты которых видно несколько штук у меня и закон это очень классно покажи пожалуйста свою квартиру начнем с холла как ты все организовала какой холл прихожая и так мы находимся в прихожей получается как ты сказала потому что она небольшая холлом это не назовешь есть маленькое прихожие этой же планировкой 53 года как она есть ты знаешь мы попробовали тут сделать разные варианты снести стены так и сяк но становилось хуже все-таки тут вот архитекторы о чем-то думали когда это все проектировали у меня есть в этой прихожей просто столько всего поместилось я уверенность даже не заметила насколько много здесь всего нашпиговано и ты знаешь это в этих квартирах когда они строились спроектировались тогда же не не было стиральных машину людей была такая вот доска по которой надо тереть белье и поэтому в этих квартирах места для для стиральных машинок нету я не нашла ничего лучше как поставить стиральную машину прямо в прихожей это как бы странное решение но ты знаешь у меня просто машинка это очень крутая в швейцарии она кстати делается вот это ты знаешь да и конечно было бы глупо и и оставить на старой квартире а себе купить как машинку там за 40 тысяч которая бы по размеру подошла да какая-то была плоская бы туда помещалась только одна наволочка да но и я значит решила что если у меня такая крутая машинка пусть и ее видят и строила ее прямо в в этот шкаф на самом деле есть не только эта машинка это прямо здесь целый комплекс в этом шкафу здесь у меня хранятся все вот эта химия для того чтобы стирать сюда здесь когда белье высохнет и ждет когда придет добробудница чтобы погладить я сюда его складываю это кстати хорошая идея а у меня стоит а я выкладываю на стульчик а вот теперь мне на такую коробочку и гардеробе спрятая на меня не бесит непоглаженное белье будет время погладиться ты знаешь я вообще приняла что главный принцип всего хранения все должно храниться в месте использования вот это вот кажется что вообще вот это как бы нормальный шкаф для одежды на самом деле шкаф для одежды и собственно полноценный один только вот этот а вот это это вообще не шкаф вот здесь вот вообще что это перегород здесь встроен посмотри шкаф в котором обрабатывается одежда все время поездки командировки в чемоданах все мнется вешаешь вот сюда одежду вот шкаф ее как бы отпаривает трясет ее и как бы достаешь и оттуда свежий поглаженный такой особенно классно для всякой вот ангорки меха все это отсюда достается очень освеженном таком классном виде ну вот смотри в командировку же берешь иногда и не все используешь да и это если вещь свежая но как бы ну не надо ее стирать она требует дополнительной обработки это вот для этого этот шкаф или что то еще есть и пержаки пержаки ты же не будешь стирать вообще никогда вот там на них образуются на рукавах такие складочки там в машине ты сел сзади складочки здесь ты вешаешь он обрабатывается достаешь поглаженный печально круто вот я это использую регулярно и решила это тоже в этой квартире использовать потом здесь вообще нет никакой кладовочки здесь все приходится придумать куда положить вот здесь например хранится сушка для белья когда она нужна достаешь ее сушишь потом убираешь а вот здесь давайте покажу с этой стороны здесь у меня глазины вот это круто единственное что мне надо было купить ее поуже вот отсюда ножки торчат и видно нехорошо швабра тоже да ну вот она вот где можно найти кладовку в старом фонде между двумя дверьми достаточно места что в каждую щель что-то спрятано это правильно каждый среди метод используясь по назначению вот и у меня здесь еще кондиционер но понимаешь кондиционеры они очень сильно портят вид честно говоря я во всех своих проектах кондиционеры всегда вешаю дверью мне кажется что вот когда дверь дверной полотно и кондиционер как бы композиционно но хорошо смотрится и этот кондиционер он очень мощный он пробивает туда гостиной и обслуживает собственно все и ворди в гостиной при этом да 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 и там то есть какие-то есть еще датчики которые определяют уровень там запыленности воздуха какие-то фильтры он там дополнительно работает вот и я понимаю тебя что это за назад все очень нужное дома зачем тебе нога еще одна но еще одна классно ты знаешь это вот такой есть художник очень известный горшков сергей он делает вот такие скульптуры из дерева вот я у него вот этот вот прикупила ты знаешь он говорит что он с натур делал да вот это например это вообще оригинал это рт это эскиз костюма театрального на что эти вот тягилевские сезоны парижские мигранты мой заказчик один он коллекционер и он собирает искусство и он на аукционе купил для меня вот это вот и подарил меня я с ума сошла просто когда увидела что у меня оригинал рт а в соответствии с ним вот эта картинка это языки не вот это просто когда-то давно выбрала моя дочка и он со мной переезжает во всех квартирах он села со мной этот милый собачонок а наверху это ольга комова это скульптор комов знаешь наверное вот это его внучка она живописец вот эти две картины и и причем вот на вот этой посмотри это же я и моя младшая дочь марина который тоже красит волосы в красный цвет эту мы с ней здесь на пляже в смысле это прямо вас подарила эту картину я смотрю да это же мы обалдеть вот а вот это вот у тебя тоже интересное зеркало слушают зеркало это кстати очень дорогая фундаментальная вещь это фиам это самая известная фабрика в мире по производству стеклянной мебели вот они у них они умеют сделать вот такое трельефное стекло я была у них на фабрике увидела как это все делается она тут приехала это зеркало еще несколько месяцев назад но мы не могли понять как она включается дело в том что это первое зеркало это из этой серии как вообще привезли в россию то есть это новинка новинка да и как бы есть провод да вроде как она должна светиться но не светится я значит всем дилерам звонила магазины мебельные спрашивала как светится вообще как включить что не так но никто не знал как это делается потом мы наконец с одним работягой разобрались там есть маленькая кнопочка внутри а знаешь вообще как как все-таки к подсветка волшебно преображает вот смотри как она выглядела пока это было просто коричневая и потом такой раз истанок мэджик долго выбирала сюда цвет но при всем богатстве выбора что я не покрашу везде у меня внутри лосося мой любимый цвет ну слушай мне на самом деле тоже нравится лососевый и я этот цвет использовала в пандемии у себя на даче так хотелось видимо чего-то ну такого оптимистичного мне кажется вот этот цвет даже в пасмурную погоду сейчас уже темнеет москве похожая погода он на добавляет мне кажется оптимизма жизнерадостности но главное смотри вы какие вы с ней с тобой хорошенькие в этом свете как вообще она благотворно на лицах вообще отражается да получается что розовенькие такие и ты знаешь вот на прихожая все-таки это такое место где яркий и плотность цвет очень уместен тут не находишься здесь не работаешь да это не и как бы заходишь все сразу такой оптимизм ты знаешь вообще каждый раз когда в эту квартиру захожу испытываю вот этот момент ощущение счастья здорово слушай а скажи пожалуйста вот я смотрю у тебя здесь лепнина есть на потолке и хотелось бы узнать родная она или нет и второй вопрос сразу встречный потому что это потолок ты не сделала встроенный свет у тебя вот точечные светильники как я понимаю по всей квартире а вот почему как вот ты решила это сделать я хотела что в этой квартире все что осталось настоящего подлинного исторического чтобы все она осталась а что не сохранилась не имитировать у меня доставка казалось что существует оказалось что лепнина вся как бы цела в этой квартире не было ремонта капитального никогда мы ее зачистили сняли с нее слои старой краски но особенно сильно не вылизывали покрасили и как бы вот там кстати в гостиной она смотрится еще лучше здесь у меня гостиная я очень хотела вот такой вот радиусный диван сюда поставить этот радиусный диван сейчас мечта каждого новосела ну который следит за трендами и модами полукругленькая что все было что было белая буклированная ткань а я значит вот этого результата достигла в небольшую комнату здесь 15 портных метров поставил этот диван и не даст модель выбрала глубокую и удобную так что мне тут вообще хорошо смотреть телевизор и проводить время но теперь гостиной мы никогда не пьем красного вина только белая гостиную сразу видно со стороны прихожей она как бы приглашает внутрь ну посмотри какие хорошие пропорции у всего у меня все это помещение квадратное поэтому смысл делать перепланировку когда я так вообще все гармонично у меня тут одна вообще проблема есть вот это балкон но сосед его приватизировал незаконно кстати это еще ладно я могу там и не выходить на этот балкон но он там поставил ужасный значит старый шкаф и причем он это сделал еще наверное восьмидесятом году и этот шкаф не перегораживает свет а то у меня было бы свое окошечко еще на запад вот это я увидела окно со шторкой не знала что там шкаф даже ты все удачно задекорировала прикрыла вот этими вот плесе шторками плесе и мне сразу бросилось глаза что у тебя окна не на окнах нет штор портьер и тюля но очень красивая отделка по моему из натурального камня таких порталов да вот и нет подоконников почему у тебя это так я думаю что не случайно все ты знаешь это главная фишка этой квартиры это вид из окон смотри какой вид это еще в этой комнате еще не лучший вид в другие ты увидишь там будет и получше знаешь как это вообще вечером смотрится когда вот этот мост включит иллюминацию на этом мосту вот а что это за мост этот мост это у нас лужковский мост у него есть какое-то свое название я не помню его же свое время откуда-то перевезли и установили здесь старый что да и его застеклили сделали его пешеходным там он при лужкове там проводились такие праздники день поцелуи когда все выходили там целовались все всем мостом ну так вот главная фишка значит этой квартиры это ее виды на и поэтому как-то хотелось это отработать по полной окна здесь деревянные стеклопакеты и откосы сделаны из тонкого керамогранита 3 миллиметра всего толщина он как бы подметал но на самом деле это керамогранит знаешь как это сложно боже мой откосы же они же не идеально ровные да там же есть какой-то все равно будет какой-то минимальный там рассвет там да и углы все равно невозможно там вывести идеально а когда у тебя это керамогранит нужно чтобы это было прямо тютельку в тютельку значит чтобы это изготовить сканировали эти откосы чертили в автокаде прямо тут этот замер да потом это все проект делал был целый большой проект по вот этим деталям раскраивали это все на высокоточном оборудовании а потом когда привезли все равно по месту ножовкой допиливали вот и сделали в общем-то идеально посмотри какие тут соединения какие все чистенькие примыкания 45 градусов везде за этот запил работа идеально идеально сделали но потом я все равно посмотрела и подумалось надо добавить роскошиство и еще из натурального мрамора заказала портальчики потрясающе вообще есть такой большой спор какие должны быть подоконники за нами или без ушей да вот просто как бы то что подоконники делают с ушами это чисто традиция сейчас нет никаких конструктивных резонов на то чтобы у подоконника были уши на то чтобы он заходил так вот на стену это просто традиция это незачем не надо поэтому я стараюсь делать подоконники без ушей вот как бы можно делать конечно подоконник с выносом но конвекция всегда лучше когда вы нас нет до радиатора воздух свободно идет к стеклам некоторые люди любят глубокие подоконники чтобы на них сидеть романтично глядеть книжку читать на подоконнике мне кажется когда у тебя удобный диван и вряд ли ты пойдешь сидеть на подоконнике но для подростка может быть мне не нужно и еще один момент у меня мне тут очень сильно не хватает места я старалась здесь поместить очень многое и вот эта ниша за который у меня образовалась здесь возле окна она тут дает какой-то воздух там да и как бы увеличивает не только зрительно но и фактически пространство вот если бы ты повесила шторы то был бы уже особь сантиметров 25 или 20 который забрал бы от площади до места поэтому и штор нету да ты права у меня есть жалюзи слушай но немножко шумят наверное весь дом знает когда я открываю их ты знаешь помнишь вот мы с тобой давно работаем помнишь было в моде очень жалюзи деревянные это было наверное в 2000 году сейчас опять ходят сейчас они снова в жутком моде вот и смотри и у тебя это уже есть да да я это сделала мне кажется очень солидное и красиво подходит идеально к рамам но ли цвет видимо выбирала да и не надо было и в спальне так делать то есть это практически blackout но небольшие щели есть но незначительные вообще вот эту квартиру я начала делать до еще специальной военной операции и практически вся у меня комплектация здесь итальянская все такое довольно дорогое но закончила я ее когда уже ситуация поменялась и поэтому посмотри какая беда вот эти розетки они больше не поставляются в россию здесь так вот у меня и осталось дырка не знаю что с этим делать я вообще очень люблю переставлять мебель и поэтому я в электрике уже закладываю вот эту возможность поменять и потом со временем поэтому у меня вот там от телевизионные розетки сделаны и тут если я захочу как-то по-другому эту гостиную использовать то мне не придется переделывать электрику здесь у меня в одно время висела картина но тут на самом деле место с искусством все время происходит какая-то ротация я все время все перевешиваю меня и у меня довольно большая коллекция она здесь не помещается и от настроения я использую то одно то другое да но вот этот вот леопард это художник хельмут келлер очень известный австрийский художник я его он мне когда-то прислал эту работу когда я делала дачный ответ в дачном ответе у меня репродукция оригинал я оставила себе потому что мне это прислала написал мне что это мой личный подарок вам я подумала ну классно оставлю тогда себе раз отличный подарок мне а вообще это было как бы очень забавно я эту работу у него пыталась сначала получить через российских агентов но что-то они мне плохо отвечали я поэтому начинаем писать в инстаграме напрямую прочитала в википедии что он родился в австрии что его родной язык вообще немецкий вот и у меня есть подружка который свободно немецкий и она писала с моего аккаунта ему на немецком языке короче он начал там со мной кокетничать и говорить приезжайте ко мне на рождество у вас такой хороший немецкий язык но до рождества оставалось уже полтора месяца я решила что я не успею немецкий выучить за полтора месяца поэтому пришлось отказаться нету тоже было две целых съемки с профессиональными фотографами для журналов этой квартиры но интерьер все время меняется все время все живет что-то прибывает новое вот недавно у меня пришли вот эти вот кресла это вообще картель картель который делает обычно пласть мебель из пластика они стали сейчас делать вот такие вот очень уютненькие кресла практически полноценная мягкая мебель но такой компактная мне что-то как бы надо следить за тем чтобы все помещалось и вот это вот еще штука столик помнишь и такие столики вообще на колесиках ставили мы заказчиком когда в 90-е 2000-е годы они в россии были в моде когда были еще бары такие глобусы и столик на колесиках мне кажется вот сейчас снова этот предмет стал вошел в моду и на самом деле это реально очень удобная штука последнее что здесь появилось это вот этот мраморный столик когда его принесли я поняла что здесь мои привычки переставлять мебель придет конец потому что этот столик он весит 100 килограмм представь это же вот склеена из всех вот этих вот слоев вообще слэмов мраморных и ну тут кто-то надо мной посмеивается говорит что я себе уже как бы памятники начала заготавливать но на самом деле это вот у меня постамента для бронзовой скульптуры это ольга муравина скульптур которую я очень люблю она конечно просто вот владеет вот этим вот волшебным балансом как сделать вещь трогательную но не приторную диана теперь ты покажешь нам спальню своем да ну и так вальяжно присели сюда очень комфортно и за за моей спиной надпись вот гигантская надписью да мне кажется что вообще эта надпись она тут создает харизму всей этой квартире придает вот эту ей драму и какую-то дерзость вот без этого это все мне кажется обесценится а ну вот традиционно обычно вешаем как мы вешаем какие-то картины да а тут вот вот с такой как бы надписью получилось да банально будет если картину просто сюда повесить но картина у меня тут есть вот смотри у меня здесь две неплохие вещи это вот это вот гравюра майоля это кстати оригинал вот вот это маленькая знаешь это у майоля у него была натурщица ее звали дина она была из молдавии вот она в конце его жизни была постоянно с ним она позировала для вот этой серии и он и кстати туда все наследство свое майоль оставил это день вот она значит после его смерти уже стала такой очень как бы светской дамы известны в париже вот и довольно богатый а это каравюра это айдан салахова это я купила знаешь пандемию появилась такое на фейсбуке такая была появилась группа шар и крест а эта группа была создана для помощи художников друг другу чтобы художники могли покупать работы друг у друга в пандемию отменились все выставки и художники остались без денег многие вот и они создали такую группу где они за недорого продавали работу друг другу там типа за пять тысяч рублей или даже меньше как вот это в принципе не прибавится или нет но у кого-то же как бы нормальное материальное положение кто-то было знаешь не мог платить за свои мастерские вот меня в какой-то момент включили тоже в эту группу и сейчас в этой группе уже состоят разные архитекторы дизайнеры любители искусств сейчас кстати снова эта группа работает и там можно купить очень известного дорогого художника ну ты представляешь айдан салахова сколько она вообще стоит вот а я это купила за 6 тысяч рублей я теперь охочусь за тиренина знаешь такой художник тиренин алексей и я кстати сейчас уже поймала одну его работу но их там покупают в первые минуты того как они там появятся вот я поймала сейчас одну его работу и купил и но очень маленькую там 20 на 20 на 30 сантиметров всего я сейчас снова там сижу и надеюсь что-нибудь большое его поймать я обратила внимание опять же на окно да но здесь тоже так же сделать да то есть тебя не смущает что в спальне окно открыто здесь тоже есть электрическая система есть пульт я могу все это опустить вот но конечно я думаю надо было мне более сложную какую-то историю здесь делать чтобы у меня было здесь что-то полупрозрачное тоже здесь я могу только закрыться глухо ну может быть я еще это исправлю но вот по поводу как бы отсутствие присутствия штор вот давай представим себе что здесь штор но просто бы мне пришлось тогда матраса заказать не метр восемьдесят метр шестьдесят совершенно верно так я с тобой полностью согласна на самом деле очень классная идея решения я думаю что многим из моих зрителей это покажется интересным они тут же своих на своих небольших площадях задумываются надо ли вообще делать надо ли надо ли вообще всегда делать шторы а ну и вот еще знаешь какой момент интересный ты видишь что стояков нет нигде изначально этот дом был построен так что отопительные стояки шли в теле стены потом был капитальный ремонт и уже пустили все по снаружи вот но мы как бы разобрали нашли вот там старые каналы для этих стояков переварили их и туда их они прекрасно работают здесь можно отключить радиаторы в случае какой-то аварийной ситуации вот еще очень интересные прикрытия они бетонные но на них лежат сверху лаги потом засыпана засыпка и потом идет уже пол и за счет этого здесь есть вот это пространство в котором мы могли смогли это сделать а ключок узнала это не ручок да я такие до подразделки дела знаешь что нет лучшего решения вот для таких вещей как чем лючки которые предназначены для электрики это кондиционер вот эту модель и вообще придумали для того чтобы вешать ее над диваном картину поэтому это паспорту и туда можно ставить постер или какой-то рисунок а для того чтобы когда ты сидишь на диване у тебя сзади кондиционер тени дуло спину там придумана система что воздух выходит с боковых поверхностей кондиционера и снизу и распределяется так вот по стене они дуют на тебя но это и для спальни тоже подходит чтобы тут меня с кровати не сдувала мягко распределялись эти вот потоки смотри какой фокус тут еще много всего хранения ну да тут моя бельишка так сильно не всматривайтесь в этом я убираю вот не но смотри на самом деле я у меня тут все идеальное хранение супер было но но жизнь носит свои коррективы я стараюсь знаешь вот освоить вертикальное хранение в общем я выбрала эту фабрику это как хара итальянская фабрика из-за того что тут есть вот такие вот решения как с этим телевизором я что-то мало места я не могу сделать такую нишу да и просто я по телевизору отдать мне везде нужно чтобы что-то помещалось и смотри какие тут прекрасные есть вещи вот например это ящик для белья он с электрическим приводом очень удобно этот вот ящик он с металлической такой панелью чтобы пульт мог как бы чтобы можно было пультом управлять с девайсами которые там стоят вообще когда речь про итальянскую мебель то вот эти вот маленькие моменты да посмотри вот какая здесь приклеена силиконовая этот полосочка чтобы шкаф не проникала пыль посмотри как сделано вот эта вот часть да то есть это как бы с притвором сделанные фасады шкафов и посмотри какие крепления у полок насколько это вообще все цивилизованно сделано вот этот этот шкаф он здесь у меня стоит уже восемь месяцев да и я каждый день чтобы достать белье открываю вот эту вот тяжеленную дверцу на которой значит висит телек со всей конструкции и ничего не происходит вот все эти зазоры там да как они были в день сборки этого шкафа так они остались а вот кровати у меня очень консервативного дизайна по сравнению со всей мебелью да она менее современная эта модель наверное уже 30 лет выпускается фабрикой это их прямо коронка и фишка и мне хотелось чтобы вот от кровати шло вот эта основательность надежность да вот все у нас как бы хорошо можем здесь отдыхать а вот сейчас мы уже находимся у тебя на кухне кухня небольшая компактная шкафчики до потолка ты все расскажешь покажешь и почему я решила сейчас вот тоже показать обратить внимание потрясающий вид из окна вот здесь можно за столиком сидеть и вот кораблик плывет да слышно здесь с тобой самые лучшие места в нашем ресторанчике да у окошка здесь 5 5 метров квадратных расстановка мебели такая же была и у прежних хозяев есть ничего другого просто не придумаешь кроме того что классно когда у тебя такая маленькая кухня покрасить ее практически черный цвет но он у меня такой не просто черный тут у него есть бордовый потом такой фиолетовый но когда мы вот это вот покрасили то дальше вообще рабочие слегка испугались но я-то знала как бы что потом будет много мебели да она вся светлая и баланс будет нормальным вот на самом деле по факту не черный потолок не черные стены совершенно не давят у тебя как вообще ощущение диана на самом деле когда я пришла и вот сейчас столько времени мы провели на кухне ты меня и завтраком уже накормила и обедом пока мы снимаем и болтаем и у меня ни разу не было ощущение что она черная ты сейчас стала говорить а ты заметил я не заметила что это черная кухня потому что здесь огромное количество белых фасадов шкафов то что здесь черные стены я просто не заметила да но я значит здесь сделала смотри какой у меня тут буфетик до расставила здесь свои любимые бокальчики и на самом деле у меня шкафы до потолка но верхние шкафы и честно говоря они пустые почти пустые я вообще решила что так как у меня здесь мало места то все что тут оказывается все должно быть очень высокого качества и должно мне нравиться и поэтому у меня на этой кухне пока еще только всего 4 вилки 4 ложки несколько чашек и 6 тарелочек и я остаюсь в этом минимализме единственное что я храню там на верхних в этих верхних шкафчиках это коллекцию шампанского который у меня собралась последнее время как ты считаешь это мне вообще возрастное вот эта вся любовь посуде они не так давно это проснулось я сейчас так люблю свои вот эти все бокальчики хрустали взяла вот этой своего родительского дома советские еще но чешское стекло вот и еще один момент ты заметила вообще что я здесь сохранила антресоль все же люди в первую очередь антресоли сносят а у меня антресоль есть антресоли посылайте большое испытание нужно ее не захламить у меня в этой квартире совершенно негде хранить чемоданы и я ее оставила для чемоданов и дала себе торжественное обещание что там будут лежать только чемоданы если чемоданы будут пусты это кухня мария и у них есть вот такой вот фасад с тоненькой такой филеночкой и этот фасад мой любимый если я заказываю кухню мария то обязательно всегда вот с этой с именно с этой филенкой заказала сюда вот такие ручки это итальянские смола но боюсь что немножко с ними переборщила слишком уж много вот этих веселеньких бусинок а немножко попсово получилось думаю надо чем-то поддержать розовым и я всегда хотела себе купить розовый чайник смек захожу но они вообще стоит дороговато вот эти чайники захожу в интернет-магазин и вдруг вижу чайники смек под подешевели и стоит на 30 процентов дешевле чем обычно но я радостно заказала значит эти чайники приходит чайник ты мне представляешь как я смеялась смотри какой у него размер для моей этой микро квартиры для моего кукольного чаепития микро чайник на самом деле конечно для жизни совершенно достаточно чайника такого размера так что я не стала возвращать оставила себе но я просто не знала что чайники бывают такими миниатюрными а вообще когда это все начиналось комплектации это все это до военной операции время все было начиналось размахом технику я заказала швейцарскую вот это вот франки посудомоечная машина абсолютно лакшери духовка есть тоже франки а потом началось то что началось и поэтому у меня китайская варочная панель и китайский холодильник но ты знаешь работает тоже нормально вообще все это время пока у меня тут шла стройка и комплектация этой квартиры все это все время снимал квартирный вопрос они сняли целых две серии по 40 минут их можно на ютюбе найти посмотреть в общем получалось что мы уже здесь жили и засыпали и просыпались а тут были все время операторы я себя чувствовала просто какой-то кардашьян вот вот это вот ямочка это кстати от этой съемки осталось какой-то момент у оператора его оборудование упала на этот холодильник но я не в претензии как бы мне как бы кажется что это очень классно иметь такую такой прекрасный видео до хронику моего ремонта и собственно для хронику целого года моей жизни но и в моей квартире есть такой неожиданный бонус это лоджи она общая соседка напротив все лето мы здесь тусим с друзьями сидим и болтаем смотрим на воду и на этом балконе оборудован целый сад цветут розы они утины глазки ароматные травы растут лук я выращиваю но думаю на следующий год замахнуться на помидоры но вот моя ванная комната и главное здесь фишка ее что здесь я использовала обои валан декор итальянская фабрика она печатает на таком материале типа стеклохолста изображение да и присылает их вместе с химией там несколько банок идет вместе с обоями и сначала ты пропитываешь одним из этих веществом стены да это все полимеризация идет там по-моему через неделю только можно начинать клеить обои клеев этот стеклохолстом на специальный клей и потом покрываешь еще двукомпонентным лаком при том что когда это все высыхает смотри поверхность получается матовая как будто бы как будто бы здесь вообще никакого покрытия то и нет и потом можно лить на эту воду совершенно спокойно да и с этими стенами ничего не будет друзья вам понравились всякие обои а вы помните что в некоторых из своих проектов и я тоже использовала обои валан дека и например в моем проекте дом загородный дом лукоморья реновация когда мы возле увеличили ради этой ванной комнаты и сделали вместо 350 метров квадратных 500 квадратных метров там тоже эти обои и я их использовала именно во влажной зоне где как раз такое же прямое попадание влаги и некоторые говорили а как же там обои можно наклеить можно вот заказчикам я приезжала они рассказывали как они этим пользуются но у диана сама показывает даже льет на эти обои воду и видите уже там сколько ты полгода сейчас здесь же уже больше да даже больше и ничего не происходит плохого ничего не происходит все происходит так как задумано эти обои можно во влажной зоне клеить ты знаешь тут вообще у меня интересный такой использован прием посмотри минут мы тут заштукатурили вот эти вот углы да вот я кстати сразу обратила внимание что у тебя здесь скругление и я тебя спросила что почему у тебя ванна от перховальной формы но я сначала пыталась сохранить старую чугунную ванну но отмыть ее не смогли поэтому вот это ванна бета я уверен ты тоже знаешь и любишь это самый такой на самом деле бренд который которым наверное есть ванны всех размеров но это самое красивое потому что здесь вот это вот идеальная форма и мы значит купили эту ванну и радиус этот сделали под ванна теперь в результате как бы непонятно да где начинается где кончается да вот это вот перспектива интересный оптический прием получился ну ты такой рисунок выбрала там много на самом деле коллекции различных вариантов здесь взяла я специально выбрала такой чтобы это чтобы это сработало вот с этими закруглениями правда теперь здесь негде ставить шампунь ну вот и кроме вот на этой полке вот но с другой стороны и замусоривать невозможно да идеальный порядок да вот видите если не делать дополнительных полочек и хламы не будет нет конечно здесь равно хранение есть система хранения да вот этот вот есть шкафчик вот кстати я вот это тоже российская это все квартирный вопрос снимал снимал и нужно было показать вот эти вот шкафчики я их знаешь так сначала приняла неохотно да так думаю господи у меня тут все такое красивое вдруг какие-то какой-то дсп едет и ты знаешь вот сейчас они когда мы их повесили они настолько вообще аккуратно вписались сюда идеально по цвету а ты кстати заметила что здесь нет потолочного света вот я заметила что ты нигде не используешь потолочные светы даже здесь вот вот эти светильники это родные от этой квартиры и они были изначально здесь над этой дверью и я после ремонта их и вернула они идеально справляются в туалете то же самое слушай я переживаю нормально ли я сделала но я очень крутую художницу асифи актистову повесила здесь в туалете это правда портрет меня он не очень похож на это не важно потому что важнее чтобы это была крутая картина чем это было бы похоже чтобы похоже можно и фотку на телефоне сделать вот это я это как бы я который закрывает лицо цветами а туалет мы хранят себе секрет смотрите здесь шкафчик внутри шкафчика находится мусоропровод вау как круто когда-то в этом доме мусоропроводы были на кухне и во время предыдущего капитального ремонта это переделали и сделали доступ из туалета к сожалению это не так уж удобно и закрыть я его тоже не могу потому что там надо мной живут пожилые женщины которые не выходят из дома если я закрою свой мусоропровод то он может забиться и его будет сложно прочищать и поэтому по закону нельзя перекрывать доступ мусоропровод но со временем вообще мусоропроводы мусоропроводы в квартирах полностью запретят потому что они не позволяют сортировать мусор этот шкаф я использую под хранение всяких хозяйственных штук и так как у меня тут вообще как вы знаете хозяйственной комнаты нету то даже ведро у меня здесь складное и вешается на стену вот эти прозрачные контейнеры из акрилового стекла они очень удобные приклеиваешь их на стену и здесь вот я например храню для стирки капсулы а на кухне тоже есть такой же внутри кухонного шкафчика там таблетки для посудомоечных машин из-за вот этого мусоропровода мы не могли использовать нормальную стандартную инсталляцию то есть получается мы купили профили гиберит там и бачок из него за вот этого стеной сделана конструкция а кнопка смыва находится вот здесь на стене и кстати это намного удобнее чем кнопка сзади ну а здесь находится пульт потому что это унитаз беды гиберит швейцарский очень классно что он здесь вот светится и тебе не нужно продумывать какую-то ночную подсветку или просыпаться до конца если ешь туалет вот но и в нем есть система как бы беды там выдвигаются форсунки и конечно когда у тебя такой унитаз ты понимаешь что другие способы как бы гигиены несовершенно только это правильно и хорошо друзья теперь я нахожусь у себя в офисе и не просто так эта странная вставка полу появилась в конце видео из квартиры дианы балашовой на самом деле мы снимали заключительное видео вместе с ней на фоне проходящих мимо каких-то пароходиков и диана говорила милые добрые слова для вас дорогие мои зрители но у меня не получилось снять этот финал почему у меня вы все знаете что в первую очередь я дизайнер дизайнер интерьеров во вторую очередь последние шесть лет я стала популярным блогером ну а в третью очередь я сейчас уже осваиваю получать за профессию оператора потому что в москву где они я приехала со своей камерой который снимаю собственно выставки там в италии франции где-то в сша последнее время снимала москве вот и снимала ее квартиру вдохновленная вот ее идеями и позитивом и ее образом я снимала на свою камеру самостоятельно как оператор старалась старалась что-то получилось что-то не получилось поэтому если вам понравилось это видео то обязательно ставьте лайки если было что-то непонятно хотя мне кажется все предельно ясно но задавайте вопросы я постараюсь на них ответить не забывайте про мои соцсети и обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями знакомыми и родственниками а сегодня друзья всем пока о